Здравствуйте, коллеги! Ваше внимание, я хотела предоставить доклад о лучевой диагностике рака пищевода. На данный момент в основном применяется рентгеноскопия с пероральным контрастированием, компьютерная томография, магниторезонансная томография, также эндоузим из лучевых методов. Рентген-контрастное исследование пищевода происходит, пациент перорально принимает контрастное вещество, выпивает, при этом мы можем определить протяженность процесса, локализацию, степень сужения, наличие таких осложнений, как формирование свещей и также функциональная оценка ценностей стенок. Однако при данном методе невозможно определить местное распространение и степень инвазии в окружающие органы и ткани. Также сложность диагностики возникает при докомпенсированных стенотических процессах. В данном случае пациент выпивает контрастное вещество, баревую извесь. Мы видим суперостонатическое расширение, локальное сужение стенок на достаточно выраженном протяжении. Мы можем выполнить рентгеновские снимки и при этом также мы видим ригидность стенок. При всем исследовании степень сужения никаким образом не изменяется. Компьютерная томография, конечно же, нам дает уже значительно большее количество данных. Это уже и распространенность процесса выявления структурно измененных лимфатических узлов в зоне сканирования. Также специфичностью является степень инвазии аорты и трахеи. И также определение М-критерий на уровне сканирования. Ограничениями же метода это являются пациенты с невыравно-женововой клетчаткой среда стене, следствием, например, истощения пациента, диагностика кардиально-эзофекиального перехода, связанная с выраженными артефактами от дыхания пациента, сердцебиения, и зональная дифференцировка стенки определения Т-критерия. В данном случае мы визуализируем образование пищевода. Мы, как я уже сказала, можем определить протяженность процесса, структурно измененные лимфатические узлы, вторичные изменения в легких. И также пациент выполнял компьютерную томографию брюшной полости и также вторичное образование в структуре почки пациента. Позитронно-эмиссионная томография – это совмещенность с компьютерной томографией. Она выполняется при введении к пациенту радиофарм препаратов, а также вследствие изменения толщины среза изменяется пространственное разрешение, и относительно распространенности патологического процесса мы узнаем, получая меньше информации. Также по данной литературе достаточно затруднительно определить оценку, оценку неодиантной химиотерапии пациентов. И по данной литературы, точность данных изменений – порядка 15-21%. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография прежде всего играет большую роль в выявлении отдаленных метастазов. В данном случае мы видим накопление радиофарм препаратов стенками пищевода, образование, также мы видим фиксацию радиофарм препарата на уровне шейных лимфатических узлов, и также в миокарде. То есть у пациента есть образование пищевода, вторичное изменение шейных лимфатических узлов, также метастаз в стенке сердца. Магниторезонансная томография прежде всего позволяет уже оценить именно структурные изменения стенки пищевода, то есть она более чувствительна в отношении Т-критерия. Также позволяет определить протяженность распространения и степень инвазии в прилежащие структуры. Также уточнить наличие осложнений просто выроведенного лечения, например, формирования свящей. И также дополнительно оценить постановку стенда у пациента. Ограничением ожиданного метода является то общие противопоказания к МРС-исследованию. Выражены артефакты, например, при фибрилляции, при сердце, которые еще дополнительно усложняют дифференциальную диагностику. Также сложность кардиософигиального перехода, связанная с тем же самым, это артефакты отдыхания и сердцебиения пациента и длительность исследования по сравнению с компьютерной томографией. Пациентам мы выполняли срезы, выставляли их в перпендикулярную зону интересную, для того чтобы более четко определить структурные изменения стенки. Данный протокол, он достаточно длительное время проходит, данная программа, но она позволяет уже определить структуру пищевода и определить взаимоотношения с прилижающими органами и структурами. Также мы выполняли динамическое контрастное усиление и использовали протокол СКГ-синхронизации. В данный момент сейчас этот протокол отрабатывается для того чтобы нивелировать артефакты от легких. На данном срезе мы видим уже достаточно четкую структуру легочной ткани. В стадировании пищевода магниторезонансная томография, как я уже сказала, позволяет определить структуру стенки, это слизистую, подслизочную и мышечный слой. В данном случае мы видим Т1 стадию, мы видим образование по передней стенке, интенсивно накапливающее контрастное вещество, которое при рентгеноконтрастных исследованиях, при рентгеноскопии вообще не визуализировалось. При компьютерной томографии мы видели локальное утолщение стенки и дифференциальная диагностика его была достаточно сложной. Т2 стадия – это поражение подслизистого слой без распространения за структуру мышечного. При выполнении ПЭТ-КТ мы видим неровную структуру, но накопление радиофармпрепаратов, что говорит о том, что здесь есть образование. При накоплении контрастного вещества мы видим, что мышечная стенка имеет достаточно четкие контуры, даже если здесь мы могли заподозить распространение патологического процесса, на постконтрастных изображениях мы достаточно четко видим изменения стенки пищевода. Т3 критерия – распространение в прилежащую клетчатку. Также мы с вами смотрим изображение одного пациента. Мы видим распространение по передней стенке в прилежащую клетчатку. На постконтрастных можем заподозрить инвазию перикарда, но при контрастном усилении мы видим, что жировая клетчатка, гипоинтенсивная линия, она сохраняется, что нам говорит в пользу того, что инвазии перикарда нет. При компьютерной томографии мы видим, что образование прилежит к перикарду, и достаточно сложно сказать о том, что есть инвазия или нет. При рентгеноскопии Т3 стадия, конечно же, уже визуализируется. Нижний грудной отдел пищевода, неровность контура стенки, ригидность стенки, что нам говорят о наличии образования. Т4А стадия – это инвазия плевры в решении перикарда, в данном случае инвазия плевры. Мы видим нарушение мышечного стенки образования и распространение образования в прилежащую клетчатку, с инвазией прилежащего плевры, как я уже сказала, с распространением в прилежащую ткань легкого. При этом мы с вами при магниторезонансе томографии можем определить, на каком промежутке стенка прерывается и где есть выход патологического процесса. 4А стадия – это инвазия прилежащих органов, в данном случае это распространение в трахею с выраженным сужением. И у данного пациента инвазия аорты. Также при компьютерной томографии мы видим, что образование прилежит к аорте. При магниторезонансной томографии мы же с вами можем даже проследить, на каком протяжении есть инвазия и распространение стенки. При исследовании мы, конечно же, оцениваем вторично измененные лимфатические узлы. При магниторезонансной томографии мы можем повизуализировать как отдельно расположенные лимфатические узлы, так и лимфатические узлы, которые формируют большой конгломерат вместе с выявленным образованием. Конечно же, говорить достоверно о структуре мелких лимфатических узлов, вторично они изменены или нет, достаточно затруднительно. При этом, конечно же, нам помогает ПЭТ-КТ. В данном случае мы видим вторично измененный мышечный лимфатический узел. Достаточно мелких размеров, но так как он накапливает радиофарм препарат, в большей степени он вторично изменен. Отдаленное метастазирование при магниторезонансной томографии в зону сканирования стандартного прокатакола, конечно же, не входит, но у данного пациента выражены изменения со стороны печени. Поэтому мы выполнили достаточно дополнительный протокол брюшной полости. При позитронном зионокомпьютерной томографии, конечно же, все тело входит в зону сканирования, поэтому изменения мы также видим и в печени тоже. Конечно же, самым большим преимуществом магниторезонансной томографии это изменение, возможность применения, классификация ответа на лечение патологоанатомическую классификацию по Мандарт. Изначально она была придумана для образования пищевода. В данный момент чаще относительно магниторезонансной томографии используется при образованиях прямой кишки. Выделяется 5 стадий. При первой стадии это полный регресс. Мы видим фиброзный рубец, в котором нет опухолевых клеток. Второе, тоже хороший ответ, преобладает фиброзная ткань. Но, однако, мы до Саверни не можем исключить наличие единичных опухолевых клеток и остатков опухолевой ткани. ТРГ-3 также хороший ответ на проведенное лечение. Но в структуре сохраняются опухолевые клетки. ТРГ-4 есть эффектно проведенное лечение, есть минимально фиброзные изменения в опухолевой ткани. ТРГ-5, соответственно, изменение в опухолевой ткани, либо это прогрессирует, либо опухоль не изменилась. В данном случае это полный ответ. Мы видим диффузное утолщение стенок пищевода, однако на постконтрастных изображениях мы видим данные изменения только по правой полуокружности. И после проведенного лечения мы видим фиброзный рубец, обусловленный полным ответом на проведенное лечение. ТРГ-2. В данном случае мы видим диффузное циркулярное утолщение стенок пищевода на постконтрастных изображениях точно так же. Мы видим диффузное циркулярное утолщение стенок, что говорит нам о том, что опухолевая ткань расположена в структуре пищевода циркулярной. После проведенного лечения мы видим утолщение стенок после проведенного лечения. Хороший ответ на проведенное лечение, но достоверно не можем с вами сказать, нет ли единичных опухолевых клеток в структуре рубца. ТРГ-3 – это умеренный ответ на проведенное лечение. Мы с вами видим уменьшение размеров образования, появление в структуре фиброзной ткани, уменьшение его интенсивных сигналов на диффузно-взвешенных изображениях. Но также мы с вами говорим о том, что опухолевая ткань сохраняется в структуре образования. И ТРГ-4 – мы видим уменьшение образования и небольшие единичные линейные участки фиброза, которые говорят нам о минимальном ответе на проведенное лечение. Также магниторезонансная томография может определить такие осложнения, как миграция стенда после установки его, либо воспрохождение какого-то времени формирования свещей. В данном случае мы видим о том, что дистальный отдел стенда располагается в желудке. И у следующего пациента мы видим с вами дефект стенки, обусловленный наличие свещевого хода. Таким образом, магниторезонансная томография позволяет достоверно определить распространенность процесса, инвазию в прилежащие структуры, это определение Т-критери и выявить некоторые осложнения течения заболевания. Обладает высоким потенциалом в оценке эффективности проводимой терапии. Однако необходимо дальнейшее усовершенствование протокола сканирования вследствие достаточно больших количеств артефактов отдыхания и сердцебиения. Спасибо за внимание.